А вот и мои куколки. Что это такое крохотное? Эть, что бы это могло значить? Всем приветик, я Лера, и вы на канале Creative Handmade. Сегодня я снимаюсь не одна, если вы заметили, сзади меня лежит мой кот. Его, кстати, зовут Пряник, и он будет присутствовать в нашем сегодняшнем видео. Как вы, наверное, уже заметили по названию, в этом видео у нас будет распаковочка. Только вместо обычных бумажных сюрпризов мы будем раскрывать бумажную куклу Лол. И не одну, а целых две, представляете? Я так долго и тщательно выбирала куклу, потом долго ее рисовала, очень много времени потратила на новинку. И надеюсь, что она вам понравится, и что вы не пожалеете поставить лайк и написать комментарий, потому что мне будет очень приятно, и я буду знать, что мои старания не прошли зря. Вот, кстати, и сами куколки. Как я уже сказала, их будет две. Ну а подробнее все покажу и расскажу, когда уже переверну камеру на стол. Просто чил на максималках. Мое настроение по утрам. Ну все, лишнего времени мы больше терять не будем. Ставьте лайк заранее, если вам видео не понравится, потом просто его уберете. Ну и побежали смотреть топовую распаковочку бумажной куклы Лол. А вот и мои куколки. У нас есть возможность рассмотреть их поближе. Посмотрите, кстати, какие здесь толстенькие пакетики, набитенькие. Вот. Эта коллекция, ну из которой вот эти куколки, она вышла не так давно, насколько я понимаю, и называется летние виды спорта. Там, в общем, всего лишь 8 куколок. Опять же, если я все правильно поняла, то я боюсь где-то ошибиться. Но если что, вы меня можете исправить в комментариях. Куклы из этой коллекции делятся как бы на две команды. Водные виды спорта и виды спорта на суше. Какая-то кукла попадется из водных видов спорта, а какая-то из обычных на суше, которые. Сейчас давайте сначала рассмотрим хорошо пакетики. Здесь вот такие вот есть блесточки. Ну написано Лол. Такая девочка симпатичная. Здесь звездочки на упаковке. И на некоторых есть блестюльки. Давайте перевернем. Вот, посмотрите, какой замочек я сделала. Здесь есть вот такой золотистый типа замочек с перфорацией и с вот такой вот штучкой-тянулкой. Мы будем за нее тянуть и открывать штрих-код. И то, что нам должно попасться. Я специально здесь нарисовала вопросики, чтобы было еще интереснее смотреть, чтобы вы не знали, что нам может попасться. Всего должно быть вроде как 8 сюрпризов. Такой вот шар. Давайте рассмотрим поближе вот этот. Здесь еще, кстати, различается цвет гирьки. Вот этой вот. Здесь голубенький, здесь розовенький. И здесь, как вы можете заметить, розовенькие звездочки. Здесь были голубые. Они тоже сияют. И здесь тоже есть блесточки. Сзади у нас также есть замочек, штрих-код и как бы карточка там, где должны быть сюрпризы, ну, примерные. Но у меня здесь вопросики. Видите, эти стороны тоже отличаются, как и сами упаковочки, в принципе. Ой, я не знаю, с какой куклы мы начнем. Давайте, наверное, будем открывать вот этой куколки. Берем замочек. Торжественный момент. Я очень волнуюсь, чтобы перфорация хорошо сработала. Так, оп, классно вроде все открылось. Ну, только чуть-чуть вот здесь. Давайте аккуратненько попробуем снять верхний слой. Оп, ребяточки, у нас тут подсказочка. Первая. Здесь у нас золото и медалька. Интересно, что бы это могло значить. Возможно, что это золотая медаль, но это не точно. Давайте распаковывать дальше. Так, первый слой. Он нам не нужен, хотя он такой красивый. Я его обязательно попытаюсь сохранить. Здесь у нас вот такой слой. Тоже замочек, но только он уже поменьше. Тоже написано Лол и голубые звездочки. Давайте распаковывать этот слой. Так, замочек еще один. Ой, заклеился. Ой, сейчас. Так. Оп, хорошо сработало. Убираем этот слой. Ой. Сейчас я уберу за кадром, чтобы все было красиво. И потом вам все покажу. А вот и наш последний слой. У настоящих куколок там был такой шар. Одна половинка была прозрачная, а одна золотистая или серебристая. И я попыталась повторить, ну, как можно точнее. Поэтому одна из сторон здесь прозрачная, а вторая вот такая золотая. Как вы можете заметить, пакетики здесь розовенькие. Но сейчас пакетики будем распаковывать. И если вам не сложно, поставьте лайкосик за мои старания. Потому что я правда очень-очень заморачивалась над упаковкой, над тем, как это все красиво для вас сделать. Поэтому не пожалейте, пожалуйста, для меня лайка. Ой. Здесь не получится ровно открыть, поэтому я просто буду рвать. Так, давайте добираться до пакетиков. Вот сколько у нас пакетов здесь с вами. Это наша подсказочка. Ну, давайте, наверное, будем начинать открывать с маленьких. Правильно? Чтобы не открыть ненароком ничего интересного с самого начала. Ну, точнее, самого интересного. Тут все будет интересное. Так, давайте смотреть. И что? О, что это? Это же очки. Кстати, посмотрите, у них есть линзы. То есть они не просто здесь с отверстиями, а вот такие вот они. Это вот такие блестящие очки. Класс. Давайте смотреть дальше. Еще один маленький пакетик. Главное, ничего не порвать. Что там внутри? Так. Что это такое крохотное? Это же туфельки. Это туфельки от нашей куклы. Ну, посмотрите. Ой. Такие крошки. Дальше. Еще один маленький пакетик. Давайте его откроем. Эть. Так. Это же одежка. Нам уже попалась одежка. В третьем пакете. Посмотрите. Это вот такой вот купальничек. Это верх. А это трусики с цветочками и с такой оборочкой, как будто юпочка. Давайте уже открывать дальше. Мне уже хочется собрать всю картинку и показать вам скорее. Это еще что у нас тут такое крохотное? Это же надувные круги. Точнее, надувные манжеты на руки, а не круги. Дальше у нас. Посмотрите, какая бутылочка. Такая синяя в цветочек. Очень подходит к купальнику. Тут уже остались только большие пакетики. Класс. Давайте смотреть скорее. Давайте вот этот сначала распакуем. Что же у нас тут? А тут? Тут у нас шапочка. Шапочка для купания. Вся-вся в цветах. Так. Настает время самого интересного. Давайте вот этот пакетик, а вот этот в самом конце. Так. Что же за куколка нам попалась? О, да. Здесь куколка. Давайте на нее посмотрим. Так. Посмотрите, какая милашка. Какая она симпатичная. У нее розовые перчатки, маленький цветочек, а также она двухсторонняя. Только здесь я забыла нарисовать перчатки. Ну, я думаю, что ничего страшного. Такая загорелая красотка. Осталось открыть последний пакетик. Так. Сейчас увидите, что там. А в последнем пакетике у нас вот такая вот медалька. Это сама девочка изображенная. Здесь она, конечно, уже одета. И здесь написано Синг-суимма. Это девочка. Ее, кажется, так зовут. Получается Синг-суимма. Здесь нарисована еще водичка. Типа, что она из водных видов спорта. И это как будто золотая медалька. Ну, я попыталась передать как бы золото. Понятное дело, что маркерами это просто так не нарисуешь. В общем, это Синг-суимма. Вот такая вот красотка. Давайте скорее ее одевать. Я хочу начать с купальника. Здесь у меня одежда на двухстороннем скотче. Поэтому сейчас я отклею нелипкие части. И наклею. Купальник я отклеила. И давайте уже примерять его нашей куколке. Оп. Трусики. А теперь вверх. Маечку. Вот. Посмотрите, какая она сразу красотка стала. Теперь давайте ей примерим шапочку для купания. Она у нее, конечно, исключительно красивая. Как бы ее так надеть еще красиво, ровненько. Так или повыше. Наверное, вот так. Посмотрите, вся в цветах. Теперь нужно надеть манжетики. Ой, куда же прикрепить манжетики, если здесь вверх? Ну ладно, мы прикрепим вот так сверху еще. Вот. И второй. Давайте ее обуем вместе. Какие же крохотные эти ботиночки получились. И осталось надеть только очки. И это не обычные очки, а очки для плавания. Вот такие серебристые. Смотрите, она теперь настоящая плавчиха. У нее есть и очки, и шапочка, и даже надувные манжетики. Посмотрите, какая милашечка получилась. Я кружечку не делала наклейкой. Давайте ее, кстати, вот так. О, замечательно. Получилось. И теперь можно положить в упаковку. Это означало, что она золотая медалистка получается. И чуть не забыла отложить ее медальку, точнее карточку. Ну а теперь пришел черед второй куколки. Давайте ее распаковывать. Ой, как мне нравятся эти блесточки. Так, тянем за замочек. Эть. Оп. Здесь перфорация еще круче сработала. Теперь аккуратненько добываем нижний слой внутренний. Подсказочка. Так, что у нас в подсказочке? В подсказочке планета и диск. Так, непонятно пока что. Не знаю, что бы это могло значить. Давайте раскрывать дальше и доставать наш слой. Следующий. Он такой же, как и в той куколке, только здесь розовые звездочки. Открываем замочек. Да что такое? Замочек снова приклеился. Так. Оп. И здесь у нас с вами что-то другое. Сейчас я снова распакую этот слой за кадром. Вот такой вот у нас последний слой. Он отличается от предыдущего и основным цветом, а также цветом пакетиков. Давайте скорее распаковывать и смотреть, что в этих пакетиках нас ждет. О, сколько сюрпризов! Сейчас будем распаковывать. Как и в прошлый раз, давайте начнем с маленьких. Такой крохотный пакетик. Так, как бы ничего не повредить. О, что это? О, это кепочка номер 77. Посмотрите, она фиолетовая, а также она немножечко блестит. Ну, тут вот. Так, следующий пакетик. Что-то снова крохотное. Куколки такие маленькие, и все на них такое крохотное. Это же одежда! Это комплект одежды. Только посмотрите, какой наряд у этой куколки. Он полностью блестящий, такой фиолетовый. Очень красиво переливается. Следующим нам попадается... О, ничего себе выпрыгнула! Кружечка! Да, здесь снова надпись блестящая и соска блестящая. Все блестящее такое в этой кукле. А что у нас здесь прячется? Да это же сумка! И снова блестящая! Снова фиолетовая и под номером 77. Еще один маленький пакетик, а потом уже будем открывать большие. Здесь у нас, наверное, будет обувь. Да, это такие крохотные-крохотные ботиночки или кроссовочки. Вот такие беленькие, с сиреневой подошвой. Тоже блестящий. Давайте, наконец, откроем куколку, а потом откроем медальку ее. О! Фух, я думала порвала куклу. А куколка у нас здесь вот такая! Посмотрите, какая клевая! У нее даже есть блестяшки. Вот здесь вот, везде. И на резиночках. Давайте посмотрим ее медальку и узнаем, как ее зовут. Она бежит здесь! И значит, она занимается бегом. Да, здесь нарисован кроссовочек сзади. Кстати, у нас медалька немножечко отличается. Эту я делала вот так, а эту немножечко темнее как бы сделала. Ну, по сути, они похожи, но немного различаются. И зовут ее, кажется, Спритц, если я не ошибаюсь. Если я, конечно, правильно все читаю. В этот раз начнем с маечки. О, какая милая! А теперь дополним шортиками. Ой, смотрите, какая классная! Я, кстати, несмотря на то, что рисовала это все, во-первых, мне нравится это все распаковывать и доставать. Я как будто это в первый раз вижу. А во-вторых, я еще не одевала ее. То есть я не видела, как это будет выглядеть именно на самой кукле. Поэтому для меня это все сейчас сюрприз, так сказать. Наденем на нее ботиночки. Раз. Два. Ууу, как ей идут! Очень подходит к ее костюмчику. Также у нее есть сумка. Давайте добавим в ее образ кепочку. Я вот только не знаю, ниже она должна быть или выше. Давайте наклеим сюда. Смотрите, какая красотка! Давайте куда-нибудь ей бутылочку прилепим. Вот так, может быть. Или раз, раз. О, смотрите! Куколка держит бутылку. И сумочку зацепить. Я думаю, вот как-то вот так. Посмотрите, какая модница! Она идет, наверное, на тренировку. Ну или с тренировки. Давайте посмотрим на наших куколок вдвоем. И сравним их. А также сравним их медальки. Вот. Ну, по-моему, они обе очень красивые и нарядные. Эта девочка настоящая бегунья. А эта красотка настоящая пловчиха. Также медальки у них очень хорошенькие. Ну а вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какая из двух куколок вам понравилась больше. Спритс или Синг-Суима. Ну или напишите, допустим, первая или вторая куколка в комментариях. Я буду очень-очень ждать. Какая красотка! Все у них сияет и все так хорошо им идет. Ну а на этом все, мои хорошие. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравились мои куколки. И вы даже, может быть, захотите повторить их для себя. Сделать себе такие же бумажные куколки Лол. До новых крутых идей и до новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok